В зале заседания администрации Лобинского района собрались глава района, его заместители, начальник управления ГОИЧС, спасатели, представители госпожнадзора. Открывая заседание, Александр Ткачев отметил, что пожар в лесном массиве в районе Геленджика, который произошел 28 июля, уничтожил 3,5 гектара леса. К счастью, никто не пострадал. Огонь распространялся быстро, завоевывая новую территорию. Если бы не чёткие действия всех служб, может быть, пожар и сегодня продолжали бы тушить, сказал Александр Ткачев. Хочу обратить внимание на то, что вчерашняя ситуация, она ещё раз у нас всех выводит на такие объективные вещи, которые заставляют ещё раз задуматься, ещё раз, все, соответственно, резервы, возможности для того, чтобы ничего подобного не допустить. Это всегда плохо, это пожар, это всегда говорит о сгибдяйстве, это говорит, в общем-то, о состоянии пожарных служб, в том числе, в состоянии комиссаративных органов. И, конечно, большую часть работы мы должны с вами сориентировать сегодня на практическую работу. Губернатор поинтересовался, какова сейчас пожарная обстановка в крае. По словам вице-губернатора Вадима Лукьянова, в районах края третий-четвёртый класс пожароопасности, лишь в Каневском районе самый высокий – пятый класс. Помимо этого, вызывает беспокойство ситуация в Сочинском национальном парке. Его территория в основном находится в труднодоступной горной местности. В случае пожара технике будет сложно туда добраться. Спецтехника для тушения таких возгораний в муниципалитете нет. Александр Скачёв призвал, учитывая прогнозы синоптиков на жаркий август, больше внимания сосредоточить на профилактической работе с населением. План мероприятий готов и в Лавинском районе. В режиме постоянной готовности работают пожарные бригады и спасатели. В лесопарковых зонах проводятся дежурства, чтобы отдыхающие следили за кострами. Ведь именно они зачастую провоцируют достаточно серьёзные последствия. Нельзя забывать о сельской местности и о сельхозугодиях, подчеркнул глава района, обращаясь к присутствующим в зале. Надо уделить внимание сельской местности, там, где полосы и опашка должна быть проведена, они должны быть сделаны так. Надо посмотреть добровольные пожарные дружины с главами, в каком состоянии всё это дело находится на сегодняшний день. Остальное вы слышали из выступлений губернатора, то, что сказали специалисты, вице-губернаторы, о том, что для нас это состояние не ново. В данный момент мы будем с вами невыгодно отличаться тем, что большие площади пастбищ, которые есть в районе, через две недели, если так и будет, то трава высохнет, это уже будет достаточно серьёзный горючий материал. И обычно восточный ветер, который доминирует в это время, он как раз создаёт на сегодняшний день достаточно серьёзную проблему того, чтобы движение огня было в сторону населённых пунктов. Поэтому надо внимательно наблюдать, быть вдительным и готовым к отражению атаки огня. Поэтому и милиция, и пожарники, и спасатели, и администрации всех уровней, и лесники сегодня на страже того, чтобы выполнить те решения, которые были озвучены сегодня на КЧС губернатором.